Российское министерство образования, генпрокуратура нашла грубые нарушения в работе ведомства по присуждению ученых степеней и званий. Стоило ЕГЭ начаться, бац, история со сливом ответов в сеть интернет. Разве что конфликт с академиками после избрания нового президента РАН тенденции к усугублению не обнаружил. Одни требуют подать им голову министра Ливанова на блюде, другие, что в свете вышеизложенного кому-то даже покажется удивительным, рьяно его защищают, причем развивая захватывающую теорию заговора. Роман Соболь выслушал аргументы «за» и «против». Кажется, в этой аудитории он единственный ученик, пытающийся сдать ЕГЭ честно. Остальные даже не прячут телефоны и прочие шпаргалки. Учительница из экзаменационной комиссии опустила голову, на детей не смотрит. Это видео якобы снято в Дагестане на ЕГЭ по-русскому. Возможно, Кавказ и в этом году покажет почти стобальную успеваемость. Хотя республиканские ответственные лица рапортуют о тотальном контроле и полном порядке. Каждый пункт проведения экзамена был оснащен металлоискателями. Но может, скандальные кадры были сняты где-то совсем в горах? На Кавказе набирает популярность ЕГЭ-туризм, когда перед экзаменом дети из городов и райцентров добровольно переводятся в самые отдаленные школы. За последний год семь человек с города. Отказать мы не имеем. По положению, если мы должны принимать, на законных основаниях принимаем все. Здесь спокойнее и надзор помягче. Большие нагрузки, стресс, попытка подстраховаться. У желающих перехитрить систему много оправданий. Как и в прошлом году, утечка информации по экзаменам началась с Дальнего Востока. Там пишут ЕГЭ раньше и сливают ответы в интернет. Чиновники утверждают, виновные уже вычислены по IP-адресам и наказаны. Получат аттестаты через год после пересдачи. Зачем так рисковать? Да еще даром. Я хочу помочь людям. Я не хочу особо заработать. Просто так помогаю. Далеко не все такие альтруисты. Вокруг ЕГЭ уже сложился теневой бизнес. Скачивание ответов платное, начиная от смс в 60 рублей и до 3000 за решенный вариант. Выходя из пункта, где я писал, практически сразу, минут через 5, ко мне подошел парень и предложил ответ на вариант на следующий экзамен, но и отказался. Все чаще ответы на ЕГЭ попадают в сеть задолго до того, как на Дальнем Востоке вскроют конверты с контрольными материалами. Камчатка. Очередной экзамен завтра, однако достаточно набрать запрос в браузере и... Ну вот, пожалуйста, таким образом через интернет мы можем легко найти ответы. Экзамен еще и начался, но ответы уже есть. И если ответы все-таки правильные, значит это системная утечка. Министерство образования от комментариев воздерживается. Сейчас ему приходится держать оборону сразу на нескольких фронтах. Мало скандалов вокруг ЕГЭ. На этой неделе Генеральная прокуратура заявила о многочисленных нарушениях при выдаче ученых степеней. 1323 диплома докторов наук были выданы незаконно аттестационными комиссиями, не имевшими никаких полномочий. Если здесь провести аналогию, то можно сравнить с образовательным учреждением, у которого, например, истек срок действия лицензия, либо аккредитация. И, тем не менее, оно продолжает выдавать аттестаты об образовании. Такие документы юридической силы не имеют. По представлению Генпрокуратуры, нескольких чиновников министерства были уволены. В отставку, по собственному желанию, ушел заместитель министра Ливанова Игорь Федюкин. Он возглавлял комиссию по борьбе с пульгиатом, проверял докторские диссертации чиновников и парламентариев. Да так, что некоторые влиятельные люди лишились степеней и званий за списывание чужих идей. Депутат Бурматов после скандала с его диссертацией ушел с поста зампредседателя Думского комитета по образованию. Господин Ливанов был поставлен ультиматум. Либо он начинает избавляться от неэффективных, некомпетентных и наиболее одиозных своих заместителей в министерстве, начинает наводить порядок. Либо по-другому он просто не сможет работать сам, и тогда ему бы пришлось уходить. Произошел размен фигур, но перевес сейчас на стороне тех, кто недоволен Ливановым. Есть даже смелые предположения, будто нынешние скандалы вокруг ЕГЭ – продолжение истории с диссертациями. Ливанов наступил на очень гнилую мозоль. Я имею в виду массовый плагиат диссертаций докторских и кандидатских. Я не исключаю, что подобная утечка была организована недругими. Неожиданно помощь пришла из-за границы. Живущий в Великобритании нобелевский лауреат Андрей Гейм стал почетным президентом общественного совета при министерстве. Он привез в Москву свои знания западной модели образования и нашел в лице Дмитрия Ливанова единомышленника, готового внедрять в Россию европейские стандарты. Визит был кратким, Гейм уехал домой, но согласился дать интервью по скайпу. В стране по-прежнему, особенно с наукой и образованием, столько много проблем, поэтому в таких ситуациях нужны люди, которые, что называется, грудью амбразуру закрывают. Вообще говоря, министерство, которое ему досталось, можно только его пожалеть. Занимается, по сути дела, от образования до спутников, до посадки картошки. Какое наука и дошкольное образование. Коня и трепетную лань в одно и то же министерство управили. Гейм признает, в Англии министер образования при таких скандалах непременно застрелился бы, но Ливанову этого делать не советуют. Кого-то всегда общество требует на плаху. Поверьте мне, что если другого человека на эту же должность поставят, то будет только хуже. Новый соратник министра образования активно включился в борьбу. Гейм сравнивает большинство российских вузов с детским садом, а Академию наук с домом престарелых. Дмитрий Ливанов не так давно тоже назвал структуру РАН устаревшей, поссорившись с академиками. Страсти казалось поутихли и избранный на этой неделе новый президент РАН послал Ливанову сигнал к примирению. Я Ливанову знаю давно. И мы должны вести диалог, мы должны составлять точки зрения и искать решения. Любого-то пути нет у нас. Ливанову предстоит выстраивать отношения с Академией и отлаживать систему ЕГЭ. Есть много технических предложений. Больше металлоискателей, больше глушилок сотовых телефонов, да и веб-камеры, установленные в школах перед выборами, можно задействовать. Но и это полумеры. Если мы официально заявим, что образование это не часть сферы услуг, а важнейшая часть сферы производства самого человека, если мы заявим, что расходы на образование это не время государства, это самые выгодные вложения, инвестиции в будущего человека, если мы заявим, что система образования должна быть не элитарной, отдельно для богатых и управляющих, отдельно для всех остальных, напряжение в системе образования значительно снизится. В понедельник экзамен по математике Минобор предупреждает, условия сдачи будут ужесточены, дабы предотвратить утечку ответов в интернет, как это было на ЕГЭ по-русскому 27 мая. Каковы новые условия, секрет Дмитрий Ливанов не говорит о конкретных решениях, цитата, чтобы не дать адаптироваться тем, кто этим занимается. Впрочем, эффективность принятых мер можно будет оценить уже завтра. Роман Соболь, Екатерина Попова, Анна Афанасьева, телекомпания НТВ, Макачкала, Владивосток, Москва.